Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их автобиографии. Хоаким Эспалтер Ирул. По-испански Хоаким Эспалтер Ирул. Был каталонским художником, который большую часть своей карьеры провел в Мадриде, известен в первую очередь портретами и историческими сценами. Я пользуюсь Википедией. Родился в семье торговца из Барселоны 30 сентября 1809 года. Учился в пиаристской школе. Это старейший религиозный орден, занимавшийся образованием, основным занятием отцов-пиаристов, обучением детей и молодежи, основной целью которого является предоставление бесплатного образования детям из бедных слоев населения. После чего его отправили на год в Монпелье изучать бизнес. Между 1823 и 1828 годами, решив, посвятив себя живописи, жил в Барселоне и посещал школы Ллотия, школы искусств и ремесел. После краткого пребывания в школе изящных искусств в Марселе он переехал в Париж в 1829 году и учился у Антуана Жана Гро. Затем обосновался в Риме в 1833 году, где стал частью группы каталонских художников, связанных с движением Назарян, в которую входили Клауди Лоренциале и Пелегри Клаве. Он был большим поклонником Фран-Желико и Джота и совершил несколько визитов в Тоскану. В 1839 году представил несколько работ на крупной выставке во Флоренции. В 1842 поселился в Мадриде, был назначен академиком настоящей академии изящных искусств Сан-Фернандо. В 1847 вместе с Фредерико де Мадразо и писателем Иухенио де Почоа основал недолговечный художественный журнал под названием «Возрождение». Позже королева Изабелла II назвала его почетным придворным художником. А в 1860 году стал профессором рисования в высшей школе живописи. Участвовал во всемирной выставке 1855 года. Стал постоянным участником национальной выставки изящных искусств после 1870 года. Иногда входил в состав жюри. В 1872 был награжден Большим крестом ордена Изабелла Католической. Хотя он писал в самых разных жанрах. Стал известен как портретист и пользовался большой популярностью у местной буржуазии за свой простой прямой стиль. По дополнению к портретам он также создал декорации для испанского театра. Написал фрески для Центрального университета и Дворца Конгресса. Депутата. В Памплоне он работал над декоративными работами для салона Дель Трона. В Дворце Дипломатии. Это законодательный орган. Где он написал фреску, изображающую из нее Ариста, ставшего первым королем Навар. Умер в Мадриде в возрасте 70 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о каталонском художнике, которую большую часть своей карьеры провел в Мадриде и известен в первую очередь портретами и историческими сценами, Хоаким Эспалтер и Ру. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok